Девушки отдыхают Съемки «Назад в будущее» 2 и 3 были замечательным делом Большинство из команды, снимавшие «Назад в будущее» 1, вернулись, так как всем эта работа нравилась Всем хотелось продолжения Боб Гейл, сценарист и продюсер Все отлично сработались Конечно, Боб — король съемок Он редко выходит из себя Мы сняли два фильма в течение 11 месяцев С перерывом на три недели Мы тогда отправились после «Назад в будущее» 2 в Северную Калифорнию снимать сцены на Диком Западе Никто так и поссорился, это было замечательно Чертовски трудным было время, когда мы заканчивали «Назад в будущее» 2 И все еще снимали «Назад в будущее» 3 Тогда нам пришлось разделить наши, так сказать, силы Пришлось остановить монтаж «Назад в будущее» 3 и заняться вплотную «Назад в будущее» 2 В то время, когда Боб снимал сцены с поездом для третьей части Я вернулся в Лос-Анджелес, чтобы руководить озвучанием второй части Потом было несколько недель, когда Боб после окончания дневной работы «Назад в будущее» 3 Садился в свой самолет и летел в Бирбанк Для него накрывали ужин прямо на площадке И вот, приходит он на площадку Мы ставим пленки, обработанные сзади Он их слушает, вносит поправки И отправляется спать в отель «Шрейшен Юниверсал» Он тогда вставал в полпятого утра, ехал в аэропорт Показывался на съемках в Северной Калифорнии И снимал «Назад в будущее» 3 Так продолжалось 3 недели И вот я говорю, док, док, ответьте Он послушает свою рацию, а я вытащу свою и скажу Идем 40 км в час Это было как один большой фильм, съемки которого затянулись на год Все было нормально, за исключением того, что монтаж второго фильма надо было делать, снимая третий Роберт Замекис, режиссер и продюсер Из-за этого, я думаю, и пострадал второй фильм Так как я не мог отдавать ему все свое время Его просто не хватало, чтобы работать над двумя фильмами сразу Приготовились! Когда делаешь одновременно два фильма в течение одного года Жизнь ведь продолжается, рождаются дети Ничто не стоит на месте За тот год у меня родился сын и умер отец Майкл Дж. Фокс и Марти Макфлай В твоей жизни происходят глобальные события И все это связано с фильмом О господи, это же я! Получается, это все правда! Значит, это я отправился в прошлое, и меня там застрелили Этого не должно случиться, Док После ремонта переключателя времени и замены Шинтелориана Я отправлюсь в 1885 год и верну вас домой Как приятно, что третья часть была снята в стиле вестерна Это так контрастировало со второй частью в стиле техно Масса аппаратуры и инструкций Бедному Крису приходилось всем все долго объяснять Так что все эти гонки на лошадях в Северной Калифорнии Казались почти отдыхом после второй части Сейчас, мне кажется, график был изнурительным Но когда долго работаешь двумя молотками, а потом только одним Испытываешь облегчение Это было очень весело снимать Очень классный фрагмент В 80-е годы, эпоха Дикого Запада Это было до промышленной революции Тогда и появилась железная дорога Это было самое интересное время эпохи Дикого Запада Не сравнить с нашей войной Для меня 1885 год был не случайным выбором Так как между ним и 1985 прошло ровно сто лет Мы отправились ровно на сто лет в прошлое Самое интересное во всех трех фильмах «Назад в будущее» Это то, что персонаж Майкла Джей Фокса Не центральный персонаж во всех этих сюжетах В первом «Назад в будущее» это его отец, персонаж Криспина Гловера А в третьей части центральным персонажем является Док А персонаж Майкла вроде ведущего телепрограммы У которого одна лишь задача — вернуться в свое собственное время А заодно показать и нам, как это будет Но персонажи с по-настоящему драматической судьбой Не он, а другие Для нас было естественным, что персонаж Дока стал самым ярким в третьем фильме Застрелен в спину Бифордом Теннином из-за 80 долларов 7 сентября Это же в следующий понедельник Надо было ему заплатить А кто такая любящая Клара? Я не знаю никакой Клары Сочиняя «Назад в будущее» 3 Мы решили, что уже выжили из семьи Марти все, что можно Тогда мы сосредоточились на Доке Пусть о нем станет известно больше Мы решили сделать самый безумный поворот, какой только можно представить Показать Дока Брауна влюбленным Кстати, «Назад в будущее 3» Кристофер Ллойд целуется на экране впервые Он никогда не целовался в фильмах Поэтому мы сказали «Отличная мысль» Но в кого же влюбится Крис? Кто полюбит Дока Брауна? Школьная учительница Она-то и приедет на запад Учительница школы, которой нравится Жюль Верн? Да И единственное, кого мы могли представить в такой роли, это Мэри Стинберген Прочитав сценарий, Мэри сомневалась, стоит ли соглашаться на эту роль Она рассказывала, что ее дети сказали «Мама, ты должна сняться в «Назад в будущее» Надо, мам» Она ответила «Ну ладно» Боб и я познакомились с ней Мы отлично сработались Она сказала «Хорошо, отлично, я буду играть» Во всех фильмах «Назад в будущее» я чувствовал себя школьником Я все время чему-то учился Сначала было что-то одно Потом я разбирался с гитарой Узнавал, как кататься на скейте и лошади Я, например, научился стрелять Всегда что-то приходилось узнавать А узнав, я говорил «Слава богу, и это отсняли» Теперь все в порядке Затем приходит еще кто-то И он учит еще чему-то Я научился массе вещей, но потом я все забыл Ладно, снова начинаем Съемка Только в камеру, Марк Приготовились? Съемки Вестерна для многих были голубой мечтой Например, для каскадеров Ведь Вестерны сейчас уже почти не снимают А каскадерам ничего больше не надо, как скакать на лошади Вскакивать или соскакивать с лошади И носиться по поездам Самые лучшие каскадеры Голливуда хотели работать В «Назад в будущее» три Это здорово облегчало жизнь Так как они все были опытными наездниками И актерам нравилось учиться ездить на лошади И ковбоям нравилось учить актеров ездить на лошади Том Уилсон проводил часы, обучаясь езде на лошади И бросанию ласса в третьем фильме Это очень трудно делать, но он это делает Хилл Велли Съемки «Назад в будущее» три — это мечта любого оператора Дин Канди всегда мечтал снять вестерн А кто не хотел бы снять вестерн? Отличной мыслью было применить фильтры для создания Яркого, насыщенного изображения с преобладанием коричневых тонов Мы стремились создать такой эффект И Дину это хорошо удалось Я очень тесно сотрудничал с Алланом Сильвестри, композитором Мы вместе делали все фильмы и телешоу, начиная с «Роман с камнем», Когда состоялось наше знакомство Я сотрудничаю с Алланом так же, как с любым актером Я считаю, что музыка — это персонаж фильма И я подсказываю Аллану так же, как если бы он был актером В большинстве случаев мы на одной волне Но когда это не так, когда Аллан просит объяснить что-нибудь Я ему объясняю, как я объясняю актеру То есть, какое настроение должна создавать музыка Я никогда не говорю ему ничего о ее звучании И не упоминаю техническую сторону Или музыкальную терминологию Я даже не знаю ее Но я знаю, какие чувства должны вызывать музыка И думаю, что Аллан хорошо умеет это прочувствовать И это делает наше сотрудничество тем, что оно есть Боб как-то сказал Аллану У меня мало денег В «Назад в будущее 1» на экране нет по-настоящему больших изображений Поэтому создай по-настоящему большую музыку И Аллан отлично с этим справится Держи Теперь у меня есть пистолет Я думаю, третий фильм более о человеческом пути И более о духовной идее Первый фильм – это преимущественно фильм 80-х В нем показаны материальные ценности И символы успеха, какими они были в 80-е Мы показали, о чем думала молодежь Что уже не так вызывает восхищение, как это было в то время Что с тобой? У тебя все в порядке? О, да Все просто отлично Танцуй! Давай! Давай, сморчок! А ну, потанцуй еще! Самое трудное – описать, как все создается Мне кажется, у нас непочтительный юмор Что касается нашего юмора, мы разделяем убеждения, что нет ничего святого Все можно, и нужно показывать гротескно Над всем можно смеяться и показывать его смешные стороны Раз ты у нас новенький, я тебя пожалею Сегодня А теперь, почему бы тебе не взять и не убраться отсюда? У всех нас общее представление о юморе Это от того, что мы много времени проводим вместе Мы начинаем придумывать массу шуток Это настоящее сотрудничество, оно может быть разнообразным Вроде сочинение на свободную тему Когда у нас что-то получается, то это переходит в сценарий Так скажи мне, мальчик из будущего Кто президент США в 1985 году? Рональд Рейган Рональд Рейган? Какой-то актер? А кто тогда вице-президент? Джерри Ньюис? Рейгану понравился «Назад в будущее» Нам рассказывали, что когда Рейган услышал про себя шутку Он попросил остановить фильм и несколько раз просматривал этот эпизод Он от души смеялся, шутка ему понравилась Так что он все воспринял правильно Некоторые считают, что мы слишком жестоко подшутили над Рейганом Не то чтобы мы хотели посмеяться над самим Рейганом Просто нам было смешно, что актер может стать президентом Нравится вам Рейган или нет, но шутка смешная И так ее и воспринимают Самое веселое было Это то, что президент Рейган в конце одного из своих обращений процитировал «Назад в будущее» Он сказал «Мы ведем Америку назад в будущее» Как говорится в фильме «Там нам дороги не понадобятся» В тот момент «Назад в будущее» заняли достойное место в американской культуре Возможно даже в мировой Которое она по праву будет занимать всегда Фразу «Назад в будущее» вечно встречаешь в журналах Что я понял, создавая трилогию «Назад в будущее» Так это то, что очень трудно создавать удачные продолжения Дело в том, что у каждого есть собственное мнение по поводу продолжения Когда делаешь фильм, о котором никто не знает Это твое дело, это твой фильм Зрители будут смотреть его непредвзято Но что касается продолжения Все его представляют по-своему Сознательно или бессознательно Все знают, что им хотелось бы увидеть Но на всех не угодишь Мне повезло, что у меня были чудесные актеры Актеры были просто великолепны Вся съемочная группа Работать со Спилберком, Земекисом, фигурами такого масштаба в таком фильме было замечательно Было снято много эпизодов, где я делал невероятные вещи Я падал со скейта, меня тащили машиной Меня тащили лошади, меня даже вешали Гравидоску со мной поднимали в воздух Сейчас я бы сказал, я это делать не буду Но когда об этом просят Роберт Земекис, ты это делаешь Так как ты часть какой-то сказки Все части «Назад в будущее» давно уже стали классикой Мы еще слишком молоды, а фильмы слишком свежие, чтобы называть их классикой Но недавно я пересмотрел все фильмы и был поражен Как добротно они сделаны Особенно по сравнению с фильмами тех лет И есть что-то особенное в этом сюжете, которое находит каждый И этот сюжет замечательный Идея представить, какими были твои родители, когда были детьми Это волнует всех Это не ограничено тем или иным временем Я бы сказал, что съемки, режиссерская работа Боба, игра, подбор актеров, разработка персонажей И все это вместе стало критической массой Сплавилось в нечто особенное Все, кто участвовал в создании фильма, действительно хотели участвовать в нем Выложиться на 150% И похоже, это было не зря Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok